Привет, друзья! Плохому танцору яйца мешают, а Путин хороший танцор или плохой? Ответ знает Игорь Яковенко. Игорь Александрович, приветствую. Но вы не спешите отвечать. Яйца точите. Поздороваться-то можно, Глеб Валентинович? Я рад вас видеть. Здороваться можно. Тогда здравствуйте, Глеб Валентинович, рад вас видеть. Ну как, если вы не хотите, чтобы я отвечал на этот вопрос, я не буду. Тем более, что насчет того, какой Путин танцор, я думаю, что мы все видим. У каждого из нас есть свой ответ на этот вопрос. Тем более, что у меня встречный вопрос. Вы смотрели вот это вот действие четырехчасовое? Да я из него нарезал видео немеренно. Мы же сейчас полэфира будем обсуждать. Ну что вы, это же моя работа. Какой кошмар? Так. Ну тогда, тогда давайте с чего? С чего вы хотели бы начать? Потому что на самом деле, конечно, там самое интересное были вот эти вот вопросы, которые на экране вылезали. Значит, насчет того. А, я видел, это прикол, да. Это прикол. Но позвольте все-таки о яйцах. Вот как бы вам вот не хотелось, мы обсудим серьезные вещи. Но яйца это самое серьезное. Я два дня изучаю вопрос яиц Путина и вообще. Вы понимаете? И я подготовился. Проблема яиц в России действительно невероятно серьезна. Вот посмотрите. Как вы знаете, у нас сегодня Путин выступает и рассказывает русскому народу, что всего одна проблема в стране. Это НАТО. А все остальное хорошо. Но вот вы знаете, перед самым выступлением Путина возникла еще одна проблема. Это яйца. Плохому танцору вдруг яйца мешают? В смысле, дорожают. Вот уже месяц, как в России стремительно дорожают яйца, уже народ выстраивается в очереди. Где-то перебои с поставками. И нам объяснили в Совете Федерации Сергей Лисовский, знаменитый наш специалист по курам и яйцам. Он объяснил, что просто уменьшилось производство яиц в России. А почему уменьшилось? Мы же говорили, что вроде бы нам давно сообщают, что проблем нет ни с курами, ни с яйцами. Оказывается, есть. Оказывается, в Россию, ну, например, племенные яйца, крутые, из которых потом рождаются другие куры, которые размножаются на всю Россию. Вот племенные инкубационные яйца завозят только импортные. Своих нет. И те яйца, из которых делают потом курей бройлеров, где-то от 20 до 40 процентов тоже только импортные. И никаких своих. Информация для умных. Этот упитанный бройлер называется гордым именем РОС-308. И в России их большинство на птицефабриках. Вы скажете, ну вот, отечественное производство, ничего подобного. Это английская фирма. А на самом деле, международная корпорация Авиаджен, которая поставляет своих бройлеров и инкубационные яйца самых племенных крутых кур в 100 стран мира. И занимает 44% всего мирового рынка племенных кур. Вы скажете, что это за страны? 100 стран мира, что находятся в зависимости у каких-то там англичан? Не каких-то англичан, а англичан, которые 100 лет выводят кур самых крутых пород. То есть тех, которые дают максимальный вес и максимальное количество яиц. То есть они самые рентабельные в производстве. То есть от компании Авиаджен получаются самые дешевые яйца и куры, поэтому их берут по всему миру. А как еще накормить человечество дешевой едой? Только с помощью капитализма и только с помощью крутых иностранных селекционеров. А в России родительского и прародительского стада крутых кур нет вообще. Когда партия правительства в России рассказывает народу, что мы обойдемся без Запада. Ну давайте попробуем, давайте обойдемся. Вот два года как идет война и что? Уже с яйцами возникли проблемы? С 1 января Россельхознадзор разрешил импорт в Россию турецких яиц и всех на свете. Неважно, уже не до племенных кур. Уже лишь бы, так сказать, народ накормить. И поэтому с 1 января убираются все пошлины. 15% пошлина на импорт яиц в Россию убрана. Так что русскому народу станет немножко легче. Но я еще раз хочу вас вернуть главные идеи. Если в России нужно дешевая курятина, дешевые яйца, то нужно не ссориться с Западом. Потому что оттуда идут племенные куры, цыплята. Оттуда идет супергенетически качественная продукция, из которой потом будет много дешевых яиц и много дешевой курятины. А если ссориться с Западом, опять Россия начнет жить впроголодь. Как, например, в 1947 году в России был голод. А вы не знали, да? Страна-победительница в мировой войне почему-то возник голод? Вам не рассказывали об этом в школе, друзья. После Путина об этом будут рассказывать в школе. Ну, все очень серьезно. Ну, да, действительно, вы не затронули очень важную тему. Это яйца Эрдогана, которые пришли на помощь. Это сейчас предмет многочисленных исследований. Ну, тут много, на самом деле, причин. Тут, помимо того, о чем вы сказали, есть причина с кормами, есть причина с тем, что все-таки курятина – это наиболее дешевый вид белка, который может человек в России свой рацион заполнить. И вот то, что перестало хватать денег на так называемое красное мясо, то есть говядину и баранину, то, естественно, люди стали переходить. Увеличился спрос на курятину, увеличился спрос на яйца. То есть это все результаты некоторого снижения уровня жизни. Плюс еще в некоторых, я, правда, не так глубоко погрузился в эту проблему, как вы, но я попытался выяснить, а кто работает на птицефабриках. И поскольку труд на птицефабрике, вы вообще, Глеб Валентинович, вы на птицефабрике были когда-нибудь? Да, у меня дача находится в 20 километрах птицефабрики, и у моего лучшего друга там коттеджный поселок. Мы там все облазили. Ну да, ну просто, так сказать, работа на птицефабрике – это, в общем, достаточно тяжелый труд по условиям, по, так сказать, вот, вони, которые там постоянно присутствуют. Вот, поэтому я просто попытался понять все-таки с точки зрения трудовой рабочей силы. Там очень много мигрантов, и вот то, что на сегодняшний момент работа мигрантов в России становится невыгодной для них, и они, в общем-то, уезжают. То есть это забывается мечта всевозможных нацистов, которые говорят о том, что надо избавиться. Мигранты – главная проблема, надо от них избавиться. Ну, счастье пришло на их улицу, мигранты стали уезжать, и вот это не главное. Я не знаю, в каком соотношении находится отъезд мигрантов в общей проблеме вот этой яично-курятиной проблемы. Но в любом случае это тоже фактор, потому что, в общем-то, люди стали уезжать, работать некому, снижается производство. Так что здесь комплексная проблема, но в основе, конечно, война. Конечно, война. Война, что называется, как в таких случаях уже и шутились все за этот месяц. Война ударила Путина по яйцам. То есть это как раз то, о чем и вы говорите, и есть еще несколько факторов. Но отвечая на вопрос, хороший ли Путин танцор, я бы, вот вы так снисходительно отвернулись от этой проблемы, выскакивающих на экране, выскакивающих на экране реальных вопросов, которые действительно были, что называется, по существу. Это вопрос о том, там огромный экран был, на котором просто автоматически выскакивали вопросы. Ну, например, вопрос, когда ваша реальность, почему ваша реальность так сильно отличается от нашей действительности. И вот этот вопрос довольно, ну, некоторое время, вот, вот, замечательно. Вот этот вопрос висел. На него Путин не ответил, потому что это был вопрос по существу. Или целый ряд других вопросов, которые тоже примерно в таком же ряду выскакивали. Вот это, мне кажется, интересно. Потому что, ну, вот, действительно, эта прямая линия была задумана как абсолютный ритуал. Ну, вот, просто ритуал такой, когда ничего лишнего не может быть, когда вот явление Путина народу, это была часть, подготовительная часть другого большого ритуала, абсолютно мертвого ритуала, который предполагается в России с 15 по 17 марта следующего года. Это тоже мертвый ритуал, абсолютно не лишенный всякого содержания, в котором ничего вроде нельзя изменить. Ритуал, который почему-то называется выборы. Ну, так уж, я, мы, по-моему, Глеб Валентинович с вами уже обсуждали, что в России, в исторической России, многовековой России, никогда в жизни не было выборов. Никогда, ни разу. Их просто не было ни разу. Ну, так получилось. Вот, все было, а выборов не было. Не было ситуации, когда был один правильный. Один раз, простите, один раз было, по-моему, в учредительное собрание то самое, которое большевики разогнали. Одну секундочку, да, давайте мы точки над «эр» оставим. Учредительное собрание – это никакая не власть. Никакая не власть, да, значит, власть в России всегда одна. Она персонифицирована. Это диктатор, это царь, это великий князь, это генеральный секретарь. И вот ни разу не было такой ситуации, когда вот был один правитель, ну, давайте называть, вот один царь был, да, или там генеральный секретарь, или президент. Потом посостоялось какое-то электоральное мероприятие, люди проголосовали, и стал другой. Ну, так, как в нормальных странах, как в Украине, как в Соединенных Штатах Америки, как во всей Европе. То есть вот власть меняет, власть именно, не какие-то околовластные структуры, а именно власть меняется на выборах. В России этого не было никогда, ни одного раза. Но была все-таки разная ситуация. Если в 90-х годах выборы были нечестными, безусловно, с разным доступом к ресурсам, к СМИ и так далее, но они все-таки, там не было фальсификаций. Никогда. В 90-е годы никогда, ни одного раза не было фальсификаций. И в Советском Союзе, когда были первые относительно свободные выборы, Верховный Совет депутатов, там не было фальсификаций. Даже в голову не приходило. И при Ельцине фальсификаций не было ни разу. Были гадости всякие, были там всевозможные мероприятия, в которых участвовало большинство журналистов. К моему сожалению, стыду. Но фальсификаций не было. Фальсификации начались при Путине. Но в 10-е годы было очень сильное ограничение фальсификаций. То есть были электоральные султанаты, в которых можно было нарисовать все. Ну, в Дагестане можно было все нарисовать. В Чечне, там в некоторых республиках по Олжии. А в целом по России предел фальсификаций был где-то порядка 10, ну максимум 15%. И вот это, ну это вот вся эта Чуровщина, потом Панфиловщина. Но сейчас вот это первая история, когда вся Россия превратилась в электоральный султанат. Нет никакой абсолютной возможности, так сказать, волеизъявлению народа каким-то образом сказаться на итоговом протоколе. Он будет целиком написанный, нарисованный. Большое спасибо Алексею Венедиктову, конечно, за его поддержку электронного голосования. Это существенный вклад. То есть вся Россия большой электоральный султанат. Поэтому и вот это мероприятие, оно задумывалось именно как вот ритуал, как подготовка к этому большому мертвому ритуалу. Когда, ну как можно, например, ну вот ритуал, например, в крематории, когда идет сожжение праха. Вот это ритуал, в котором музыка определенная, в котором, так сказать, действия определенные совершенно. Ритуал похороны, поминки. Ну принято вестись определенным образом. И вдруг вот все, что произошло, мне кажется, произошло вдруг, вдруг прорвалась жизнь. Это, знаете, как у Буратино, вот он носом проткнул этот нарисованный очаг, нарисованный на двери очаг. И там обнаружилась какая-то реальная жизнь. Там что-то вдруг обнаружилось. Вот здесь то же самое. Вот эту мертвичину, которая была задумана и которая реализовывалась, вдруг пошли реальные вопросы. На стене. Вот, мне кажется, это... Я понял. Вы понимаете, в чем дело? Так как Путин на них не ответил и никогда бы не ответил, то вот я, честно сказать, вот спасибо режиссерам, они сами достали сейчас эти вопросы и показали, а я их даже не планировал. Вы понимаете? То есть это ребята молодцы, сами сейчас вот следят за нашей беседой. Ну классно, но, вы знаете, я не придал этому значения. Я вот, если честно, вообще не готов вот всерьез рассматривать слова Путина, потому что они тотально расходятся с делами, но народ этого хочет. И поэтому, видите, да, если у нас есть яйца, если яйца это такой прикол, да я вам объясню, друзья, что вы без Запада с голоду сдохнете на примере ваших яиц. Вы понимаете? И значит, умные люди подумают, нифига себе, если у нас с яйцами такая проблема, а как там с производством оружия? Что, правда там танки, пушки, самолеты в любых количествах снабжаются по серому импорту всем, чем надо? Ох, большие сомнения. Это я опять-таки в голову заложить всем, кто думает, что вот этот путинский режим, он там прям на века, на века, на века. Но, ладно, давайте мы все-таки, да, вот для зрителей покажем, что тут Путин про яйца-то сказанул. Ну надо же, ну святое, яйца. Мы совсем недавно разговаривали с министром сельского хозяйства, спрашивали, как у него с яйцами, значит, они говорят, что у них все в порядке, на что я ему, значит, отметил, абсолютно честно, говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, вот у граждан наших это есть проблема. Это он так шутит, шутник. Вы знаете, ваши замечательные режиссеры, наверняка у них есть в загашнике вот эта сцена с Патрушем. Кстати говоря, это очень яркая сцена. Патрушев был на заседании правительства из Курятника непосредственно. Вот как раз того самого Курятника, он, да, он действительно находился, это вот то, о чем вспоминает Путин, он находился в Курятнике, где Путин вел заседание правительства, а Патрушев вел это заседание из Курятника, где он находился вместе с тем самым губернатором Московской области Воробьевым. Вот. И там было очень интересно. Ну, во-первых, я впервые видел вот в такой живой непосредственной обстановке, не в протокольной, а в непосредственной обстановке, что называется, в жизни, вот этого вот Патрушева-Младшего, который многие прочат на роль президента России, как известно. Это потрясающее зрелище. Ну, во-первых, Куры его постоянно перебивали. То есть Патрушев пытался что-то сказать, а Куры возражали. Они на самом деле явно, так сказать, говорили, врет, 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 ко-ко-ко, врет. И это было очень интересно. И на самом деле Патрушев это очень смешная фигура. Вот говорят о том, что будущий президент России, ну, да, вот вам показывают эту картинку. Вот тот, который такой длинный слева, смешной человек, это как раз и есть Патрушев-младший. И он, на самом деле, у него голос смешной. Он смешно выглядит, смешно говорит. Это нелепое существо. Я понимаю, что там они все, так сказать, при огромной власти. Но, конечно, если действительно история захочет когда-нибудь посмеяться над Россией окончательно, то вот следующим властителем будет вот это вот нелепое существо. Это удивительное открытие для меня. Потому что я всегда, я слушал его, иногда видел, но вот так вот вживую, так сказать, на рабочем месте, в курятнике впервые. Вот мне все-таки кажется, что вот эта вот картинка, когда вот Путин там отвечает на халуйские вопросы, значит, там связанные, ну, отвечает на заранее заготовленные, а параллельно идет жизнь. И параллельно идут, прорываются те вопросы, которые действительно интересуют граждан России. Ведь реально, это же не режиссеры придумали кремлевские. Это действительно просто, видимо, был... Тут два варианта. Либо это был эффект Марины Овсяниковой, когда все-таки, ну, помните, эту редактора Первого канала, который выскочил во время эфира с плакатом «Вам все врут». Либо это была такая форма протеста, кстати, не исключаю, что вот режиссеры этого действия, они специально пускали, ну, просто пускали реальные вопросы, потому что, конечно, их нужно было отфильтровать. И то, что они попали на экран, вот такие вот вопросы, как «почему ваши...» или «когда мы начнем жить...» Да, там еще один был вопрос, когда мы начнем жить, да, вот реальная Россия не будет отличаться от телевизионной. Вот этот вопрос, еще целый ряд таких вот вопросов. То есть это серьезно. Это же была такая вот, ну, я бы сказал, наглядная демонстрация, чем что находится за фасадом вот этого ритуала. Понимаете, что находится вот за этим нарисованным очагом. А за этим нарисованным очагом находится пыльное-пыльное пространство, за которым на самом деле реальная жизнь. Вот что произошло. Вдруг внезапно вот эта вот скорлупа этого ритуала треснула, и там показалась реальная жизнь. Показалось то, что действительно интересует россиян. И вся эта сказка про то, что весь этот миф о тотальной поддержке путинского режима, мне кажется, он лопнул. Потому что это же не какие-то украинские патриоты задавали эти вопросы. Это не какие-то там не иммигранты. Ну, совершенно очевидно, что это не там те самые, значит, несколько процентов иноагентов, таких вот негодяев, как мы с вами. Вы, кстати, иноагет, я надеюсь, да? Да, ну, естественно, да, давно уже. И я еще и экстремист. Вот, поэтому это не такие вот, как мы. Мы же не задавали вопросы, правда, Путину на этой линии. То есть я так понимаю, что это просто вот реально прорезался голос народа. Мне кажется, это самое главное, что было. Потому что все остальное, ну, понимаете, да, мы следили, журналистская работа такая, что приходится наблюдать в том числе и за этой мертвичиной. Но вот главные были эти прорывающиеся реальные вопросы. То есть то, что принципиально отличает реальную жизнь, реальное состояние общественного мнения от того, от той имитации, которая была устроена вот на этой мертвичине. Был еще один момент. Это самый последний вопрос, который Путину задал его любимейший журналист Андрей Колесников, с которым мы вместе работали там в 96-м году в Коммерсанте. Потом я еще, бог знает где, только не работал. А он все там. Он в кремлевском пуле. Он там очень, так сказать, уважаемый человек. Все у него очень хорошо. И меня вот в этой истории поразило, что на самом деле Колесников задал классный вопрос, но самого Колесникова от этого немножко тошнило. Он как бы выдал себя, что ему? А вопрос я прям даже спойлер не побоюсь сказать. Он спрашивает, слушайте, Владимир Владимирович, а вы вообще о чем-нибудь жалеете? Вот если вот взглянуть с 2000-го года, когда вы стали президентом, а? И вот то, как трясет Колесникова, я прошу обратить внимание. Ну, а потом, конечно, ответ Путина. Это сейчас обсудим. Чего бы предостерегли? Жалеете ли вы о чем-то? Значит, что бы сказал? Я бы сказал, верной дорогой идете, товарищи. Вот, значит, от чего бы предупредил? От избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших, так называемых, партнеров. Ну, как вам? Да, ну, на самом деле, Путин уже не раз отвечал на этот вопрос. И это была заготовка. И я не знаю, я там не увидел особой тряски у Колесникова. Ну, вы его лучше знаете, лично знаете, я-то нет. Но я думаю, что у Колесникова была возможность задать ему, например, один из тех вопросов, которые появились на экране. Ну, и поскольку он действительно, он талантливый публицист, безусловно, талантливый такой очеркист, я бы так сказал. Вот, поэтому он прекрасно мог сформулировать один из тех вопросов, которые, ну, благодаря которым он мог бы войти, в общем-то, в историю иначе, чем он уже вошел, вляпался в нее. Вот, а этот вопрос, который он задал, это был заготовленный вопрос. И Путин не раз уже отвечал, причем рутинно, что я излишне доверчив, излишне наивен, вот, излишне доверяю партнерам и так далее. Это у него заготовка, примерно такая же заготовка, как и вот эти вот ответы на вопросы по поводу деноцификации, демилитаризации. Это все, у него эти ответы от зубов отскакивают. И я сейчас объясню, это очень важная история, потому что в сегодняшнем российском медиапространстве, в российском официозе разрешено критиковать Путина. Разрешено. И это делается с утра до вечера. Российский телевизор с утра до вечера критикует Путина. Он ничем другим не занимается. Но Путина можно критиковать вот как раз за это. Его с утра до вечера критикуют за излишний гуманизм, за то, что он излишне либерален, за то, что он слишком добрый. Ну, послушайте российский телевизор. Там постоянно это присутствует. Постоянно говорят о том, что почему там Соловьев орет, включает там, я не знаю, тираннозавра или клоуна, не знаю, что там больше. Постоянно орет, там Гурулев орет постоянно. Надо же вешать. Почему мы не вешаем? Почему до сих пор расстрелов нет? Где расстрелы? Где, так сказать, надо повесить? Гурулев требует расстрелять 20% населения России. Почему это не делается до сих пор? Почему предателей полно, там, я не знаю, в Кремле и его окрестностях? Почему СМЕРШ не завели? Почему идеологию не завели и так далее? То есть, вот и Путина постоянно критикуют за его излишнюю гуманность, мягкотелость, либерализм и так далее. Этого-то только Путину и надо. Путину очень важно, чтобы в народе было ощущение такое, что царь очень добрый, царь очень милосердный. Но он, конечно, такой серьезный, то есть, если что, так сказать, если его допечь, то он выйдет и, так сказать, возьмет в руки меч и всех уничтожит. Но, в принципе, он очень добрый. И это как бы то, что вот тот образ, который Путин старательно создает. И еще одна важная вещь, не трогайте Путина, потому что смотрите, какой ужас там вокруг него, какие кошмарные люди вокруг него. И если что, то вместо Путина придет что-нибудь ужасное, там придет ужасный Патрушев, кошмарный. Ну, мы видели этого персонажа из Курятника, вот, действительно, так сказать, впечатляюще. Вот, поэтому это как раз, вот, вопрос Колесникова, это, пожалуй, самый угодливый вопрос, который можно было только задать. Самый угодливый, старательно угодливый. Поэтому, вот, ваш этот бывший знакомый, это большой мастер. Мастер, так сказать, такого виртуального вылизывания. Вот такого очень техничного, тонкого, виртуального. Ну, большой мастер такого тайского массажа, я бы сказал. Так что... Слушайте, Игорь Александрович, я никоим образом, он не сват, не брат, и мне вообще Колесников мало, симпатичный человек. То есть, поэтому, чтобы вы меня неправильно не поняли, я как раз хотел сказать, что у Путина от зубов ответ не отскакивал. Он не мог найти то слово, там написано, вот, и он внимательно в ответе присматривается, щурится, пытается найти первое слово, которое там написано в ответе. И когда он его находит, он тогда зацепил глазами первое, второе, тогда что-то сказал. Ничего у него от зубов не отскакивает. Ну, да ладно, ладно, это как бы... Извините, чтобы закрыть тему. Он не первый раз уже, я же присматриваю за ним, и он не первый раз уже отвечал на этот вопрос ровно этими словами. Все, на этом я завершаю. Ну, окей, мне показалась интонация очень важна, что Путин очень сияет, он очень доволен собой, он реально ни о чем не жалеет, вы понимаете? То есть, каждый раз, когда этот вопрос задают, мы все начинаем думать, елки-палки, Путин, два года война, ты 20 лет у власти, ты правда ни о чем не жалеешь? И он сияет, как медный, так сказать, котелок и говорит, нет, все отлично, верный, дорога, идете, товарищи. Поэтому, ну, окей, я в этом, ну, увидел смысл, но, может быть, вам виднее, я не смотрел предыдущие вопросы. Я сейчас хочу еще один его путинский ответ послушать, ну, спич, но так как невыносимо видеть его физиономию, он будет говорить про Одессу, окей, давайте мы ему, так сказать, видосик сверху положим, да, на его слова, чтобы нам все время не любоваться на его физиономию. Вот смотрите, как это получается. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, мы придумали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Восток, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало. Вы знаете, тут два сюжета, когда Путин был особо отвратителен. Один вот этот, который вы показали. Второй, когда Путин сравнивал ситуацию его войны против Украины с войной Израиля против Хамаса. Когда он говорил, что мы же не ведем себя так, как Хамас. Ну просто самое-самое такое, вот знаете, бывают такие исторические рифмы, совпадения. Когда вот то, что он произносил, когда он говорил, ну смотрите, мы же не ведем себя так, как Израиль. Не уничтожаем мирных граждан. И в этот самый момент вся Украина была подвержена. Сегодня просто. Сегодня творился ад в Украине, в украинских городах. Сегодня были массированы, я не знаю, там, не смотрел цифры, но вся Украина была красным цветом. То есть тревога была практически во всех городах. Ну просто так получается. Люди, с которыми я делаю свой YouTube-канал, они живут в Киеве и в Одессе. И это действительно страшно. Просто с ними общаешься, и там постоянно взрывы. Постоянно взрывы. Мне сейчас в ухо режиссеры говорят, что у них опять тревога прямо в Киеве. Потому что они, да, и пятое за день, и обстреливают кинжалами, вот этими самыми. Вот в момент, когда мы с вами разговариваем. Ну да, так вот в момент, когда Путин врал про то, что, смотрите, как мы себя ведем совсем по-другому. В этот момент как раз обстреливали Киев, Одессу и практически всю Украину. Вся Украина была под ударами. То есть это какая-то вот такая вот удивительная особенность, чудовищный цинизм, чудовищная лицемерие. Когда Путин говорил, ну у вас же все хорошо, вы же русский город. И в этот момент людей убивают. В этот момент идет уничтожение мирных городов, разрушаются дома, разрушаются коммуникации. Огромное желание, чтобы украинцы замерзли. Причем в основном-то, ну да, безусловно, там удары по всей Украине, но больше всего как раз пострадали вот эти вот русскоязычные регионы. И по поводу того, что всегда вот юго-восток Украины, он был такой пророссийский. Да, действительно, была ситуация, когда в постсоветской Украине было три идентичности. Была такая вот чисто украинская идентичность, была идентичность советская, по-прежнему она долго существовала. И была такая так называемая малорусская идентичность, когда украинцы считали, мы вот действительно думали, мы одни, мы с русскими, в общем-то, близкие родственники. И почему бы нет? И поэтому голосовали за всякую нечисть, типа Януковича, Медведчика там и так далее. Это все было. Ну, кстати говоря, на минуточку, в Украине по всем вопросам, самым популярным политиком, политиком, пользующимся максимальным доверием, еще в нулевые годы был Путин, который на порядок, просто на Путин, Путин был самым популярным политиком в Украине. Он значительно опережал всех вместе взятых украинских политиков. Это было, это факт реальный. Вот, и я очень доверяю украинской социологии, это очень профессиональные люди. Это Паниота, директор Киевского международного института социологии, это центр Разумкова, это целый ряд, ну, где-то три-четыре центра очень сильных. И вот они все в один голос давали результаты, что самым популярным политиком Украины был Путин. Он наголову там опережал значительно всех украинских политиков. Ну, так вот, я к чему говорю? Вот эта конкуренция трех идентичностей, она сосуществовала, она приводила к тому, что вот действительно были там сложные выборы, разных людей выбирали. Самых разных, ну, извините, ну, Киеву выбирали, земляемостекловатой. Киеву избрали народным депутатам Верховной Рады. Там какую только нечисть не выбирали. Вот, это как раз вот такая вот идентичность проявлялась. Так вот, после 24 февраля не осталось никакой ни советской, ни малорусской идентичности. Все, они исчезли совсем. В Украине осталась только одна украинская идентичность. Поэтому Путин может, так сказать, похоронить, там, я не знаю, где-нибудь, вот эти вот свои воспоминания о том, что юг и восток Украины был пророссийским. Ничего этого нет. Ничего этого нет. Он уничтожил советскую, он уничтожил малорусскую идентичность полностью, сам лично, своими кинжалами. Вот в то время, когда им на головы сваливаются кинжалы, российские дроны, искандеры, вот эти вот гигантские болванки, это все были удары по всем видам идентичности, кроме украинской. Он сам создал, ну, способствовал созданию такой монолитной украинской нации. Даже те люди, которые не говорят, до сих пор не говорят на украинском языке, эти люди являются украинцами. И в армии воюют азовцы, там, значительная часть русскоязычных, людей, которые не говорят на украинском языке. Поэтому вот он может, так сказать, забыть об этом. Ну, собственно говоря, чем забывать? Он врет всегда. Верный признак, ну, знать, когда Путин врет, это когда он открывает рот. Так что, ну, вот, мне кажется, здесь это важно было бы заметить. Давайте для тех зрителей, которые точно не будут слушать сегодняшнего Путина, чтобы, так сказать, у них была, ну, более-менее цельная картинка, чего он сегодня говорил, еще один эпизод, опять-таки, я лично его видеть не могу, но вот что он говорит про ход войны, вот, послушаем. Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем, скромно улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всем, на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. Это Авдеевка. Ну, да, ну, я когда, ну, я слышал этот ответ, эту его реплику. В этом смысле мне бы, конечно, было бы интересно, если бы ему сразу задали вопрос, а что случилось с Черноморским флотом России? Вот, случайно, не знаете, куда он делся? Вот был у России, всегда был в России Черноморский, вы помните его ответ? А что случилось с вашей подводной лодкой? Она утонула. И вот здесь примерно такой же вопрос мог бы быть задан. А вы помните, у России был Черноморский флот? Ну, был же, правда. Ну, правда был, все знали, видели. Значит, были там корабли. Вот, Черноморский флот России. Было такое понятие. А куда он делся? Не знаете, Владимир Владимирович? Это был бы интересный вопрос. Путин ответит вам, что он перебазирован в Новороссийск, потому что украинцы обстреливают его со страшной силой, и мы должны уберечь его от этих страшных украфашистов. Он же частично перебазирован в Азовское море. И это уже Азовский флот. И мало того, это уже не флот. Ну, собственно говоря, Путин же изображает из себя чуть ли не морского пехотинца иногда. Ну, он же по-разному себя. Плотник, морской пехотинец, еще кто-то. У него разные биографии. Так вот, значит, он должен знать, как человек все-таки военный, ну, частично военный, он должен знать, что никакого Черноморского флота уже нет. Что он с самых первых месяцев войны превратился не во флот, а в флотилию. Потому что флагман Черноморского флота, так сказать, переместился на дно морское. И где-то там стоит. Вот. И все больше и больше десантных кораблей, все больше и больше кораблей присоединяются к тому самому крейсеру Москва, который, так сказать, пошел известным путем. Вот. Куда его послал украинский пограничник с острова Змейный. Вот. Поэтому Черноморский флот весь пошел именно туда, курсом русского военного корабля. Вот. Это тоже важная история. Ведь это же, понимаете, Черноморский флот в этой войне играл огромную роль. Огромную роль. Он создавал возможности атаки на Одессу, на Николаев с моря. Он создавал проблемы определенные. С кораблей Черноморского флота велись обстрелы украинских городов. Ну, сейчас обстрелы могут вестись, но уже действительно из-за Новороссийска. То есть несколько с другой траекторией. Поэтому тут масса вопросов, которые можно было бы задать Путину. Ну, например, такой вопрос. А сколько Путин человек ты положил под Авдеевкой? И это вот зачем ты делаешь? А сколько ты человек положил под Бахмутом? Ну, то есть это вот такие вопросы, на которые, наверное... Ну, Путин бы, конечно, ответил бы каким-то образом. Но это вопросы, которые, насколько я знаю, не были заданы. Ух, как его бы трясло, я представляю. Вы знаете, вот мы когда сейчас смотрели Авдеевку, то за кадром звучали слова Путина. И я вижу, как он не может двух слов связать. Это какой-то кошмар. Он запинается постоянно на каждой... Ну, казалось бы, на полной ерунде. А когда в лицо смотришь, то не каждую запинку замечаешь. А вот когда на фоне этих разрушенных домов во всей этой Авдеевке... И я в связи с этим хочу вспомнить выдающегося человека и политика, и настоящего героя России, который мог бы стать президентом страны. И который еще в 2008 году настолько четко понимал все про Путина и все про будущее. Вот мы прямо сейчас, спустя 15 лет, можем посмотреть, что получилось и насколько он был прав. Борис Немцов. Сейчас Россия тратит на оружие 40 миллиардов долларов. Это около 20% бюджета. Ну, Россия будет тратить, допустим, в два раза больше. Деньги придется брать у кого? У пенсионеров, у учителей, врачей. Таким образом, важнейшая проблема России, а именно бедность. Бедность. Когда моя мама получает пенсию 100 евро и платит за квартиру 70, у нее на жилье остается 1 евро в день. Путин будет заниматься производством оружия в это время. Ну, зачем моя мама? Я, конечно, своей маме помогу, нет проблем. И моя мама не пропадет, слава богу. Но у нас таких, как моя мама, еще 38 миллионов. И 25 миллионов человек живут меньше, чем на 2 доллара в день. 25 миллионов. Путин будет строить танки и ракеты. Это очевидно. Бронковооружение. Раз. Второе. Международная изоляция. То есть, исключение России из большой восьмерки. Большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Поэтому, очевидно, будут санкции. Дальше. Бизнес. Очевидно, что Запад будет ограничивать участие русского бизнеса в своих делах. Очевидно, слышишь. Вот сейчас он ограничивает Газпром. Справедливо считая, что Газпром это не бизнес, а это политика. А с этого мгновения они будут считать, что любой русский бизнес это политика. Таким образом, это удар по бизнесу. Наконец. Очевидно, что когда Россия в кольце врагов, то внутри страны будет училиваться реакция, ксенофобия, то есть, ненависть ко всем остальным гражданам планеты. Не было никаких шансов никогда, ни одну секунду у Бориса стать президентом России. Никаких. Ни одного шанса, ни в одну секунду. Окно возможностей закрылось в начале 90-х годов. Все. Дальше уже этот, весь этот асфальтовый каток покатился с горки, и его было уже не остановить. Там были развилочки небольшие. Очертания русского фашизма могли быть разные. А фашизм он разный. Одно дело там Муссолини, другое дело Гитлер, третье дело Салазар, это и там Франко и так далее. Это разные варианты. Вот был выбор между разными версиями фашизма. Версия Немцова никогда не существовала. Просто не было ни одной секунды, когда она... Ну, была иллюзия, когда там Борис Николаевич, то есть, говорит, что вот мы с тобой, мы с вами, два человека, которые не воруют, все остальные воруют. Это понятно. Но это было, это было все равно невозможно. Захлопнуло с начала 90-х окно возможностей. Никакой версии, никакой возможности стать президентом России у Немцова не было никогда. Ну, просто эту остановку российский поезд проскочил. Проскочил, не останавливаясь. То есть, не было никаких шансов. Ну, да, могла быть версия, что его могли бы не убить. Это в том случае, если бы Григорий Алексеевич Явлинский, например, со своей командой, с Яблоком не проголосовал бы за Путина в августе 99-го года на выборах на выборах главы правительства. И Путин не стал бы президентом, вместо него стал бы кто-то другой, но все равно, все равно, ну, да, да, скорее всего Немцова бы не убили. Но президентом он все равно бы не стал. Так что это, к сожалению, такой возможности у России не было. Игорь Александрович, я не буду спорить, я хочу просто всем очень посоветую почитать, что сегодня или вчера Альфред Кох написал в своем телеграм-канале. Альфреда Коха в Украине, ох, у него там большой антирейтинг, потому что он такие жесткие вещи часто пишет. Но вот он там пишет книгу о Ельцине, так она, по-моему, и называется, и я в очередную главу выложил. И это глава 97-й год. И он как раз рассказывает, как вот март, там, весна 97-го года и как страной управляет семья Ельцина, Таня и Валя. И когда мы говорим, да, что Немцова убили, когда мы говорим, что такой прекрасный человек не стал президентом России, то я бы тут говорил не про окно возможностей, а про четыре конкретные фамилии. Березовский, Гусинский, Таня и Валя. Причем, если Березовский на том свете, то Гусинский отсиживается в Израиле и молчит, ни одного интервью нет уже за 20 лет. А Таня и Валя это Валентин Юмашев, то ли КГБшник, то ли нет, и дочка Ельцина, Татьяна Дьяченко. Вы понимаете, вот эти персонажи и лично Дьяченко приезжала в 97-м году в Нижний Новгород к губернатору Немцову и уговаривала его идти вице-премьером в правительство. А Немцов говорил, да нафиг мне это надо, я только год как избрался губернатором, я очень, так сказать, популярный человек, ко мне не прилипают все, так сказать, грехи Ельцина и его федерального правительства. И на каком-то этапе истории я, так сказать, почему бы мне не пойти тогда уже на публичные свободные выборы. И она стала плакать, умолять его, говорить, что тебя, так сказать, папа просит спасти его. А, так сказать, без этого никак. И он, ну, поддался женским слезам. И как только сказал, ну ладно, тут же слезы высохли. Вот Таня и Валя, эти два человека, которые переворачиваются, нет, нет, не в гробу, а в золотых унитазах, в креслах. Вот они то ли в России, то ли между Дубаем и Россией путешествуют. Я хочу, чтобы все, как только звучало Борис Немцов, когда мы сравнивали его с Путиным, какой мог быть президент и какой у нас есть до сих пор, чтобы Таня и Валя и Березовский с Гусинским тут же были, вот, так сказать, у нас на повестке дня. Ой. Давайте Лугандона посмотрим сейчас. А, вот, так сказать, там сегодня один выступил, такой Лизаблюд, чемпион путинского сегодня прямой речи по тому, как лизнуть Путина. Вот дайте посмотрим. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, скажу честно, мне, пожалуйста, меня зовут Евгений Мурлев, Луганск-24. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, мы, скажу честно, приехали без вопросов, потому что у нас вопросов нет. На сегодняшний день, я считаю, что Луганской народной республике жаловаться точно не на что и не на кого. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо лично вам за то, что сегодня Донбасс в составе Российской Федерации. Ну, я думаю, что вообще, честно говоря, вот этим вопросом можно было бы ограничиться. То есть, если говорить о самом замысле вот этой прямой линии, то, ну, вот, пожалуй, этот вопрос и вопрос Колесникова. Вот два, и все, можно было бы на этом закончить. Потому что все остальное было какое-то, какие-то архитектурные излишества, детали. Вот. Так что, вот подобного рода вопросы, на самом деле, были главными. То есть, у меня нет вопросов, я хочу вам сказать спасибо. И вопрос, о чем вы жалеете, я еще раз говорю, это такая подача на ножку аккуратненькая. Вот. А то, что он запинается, ну, да, он действительно, он же действительно дуриком стал президентом. То есть, он не готовился, он не являлся никогда политиком. Он на самом деле политиком и не стал. Он не политик. Он человек, который, он узурпатор, человек, который опирается на силу. Он никогда, никогда в жизни своей ни разу не участвовал ни в каких дебатах. Он никогда в жизни ни с кем не спорил. То есть, никогда в жизни не участвовал в конкурентных выборах. Поэтому, какой он политик? Поэтому ему трудно дается, так сказать, вот это вот речи испускания свободное, потому что у него нет опыта публичных дебатов, когда вырабатывается вот эта реакция, умение, так сказать, собираться, умение формулировать мысли. Ему это никогда не было нужно. Вот поэтому человек, который в принципе вообще страной уже не в начале, а уже довольно глубоко в 21 веке руководит страной человек, который не пользуется компьютером. Он просто не знает, как эта хрень включается. Он просто никогда в жизни никто не видел его, чтобы он работал за компьютером. Он этого не знает, это мир ему незнакомый. Он рассуждает там об искусственном интеллекте, о современных технологиях и так далее. Ничего в этом не понимает. Мне кажется, один из самых замечательных сюжетов, связанных с Путиным, это когда один мальчик попросил его подписаться на его YouTube-канал. И Путин долго спрашивал, ну а где подписать-то? Ну помните этот сюжет? Замечательный сюжет, когда он встречался, но он любит с детьми встречаться, с молодежью, там, целовать их в живот. И один мальчик сказал, Владимир Владимирович, у меня к вам большая просьба. Подпишитесь на мой YouTube-канал. И Путин, когда он закончил, говорит, ну давайте где? Достает авторучку и говорит, ну где подписать-то? Покажи, куда? На мой YouTube-канал подписать. Ну, говорит, я понял. Ну где подписать-то? Где вот подписываться на... Где вот у меня авторучка есть? Где вот эта бумажка, которая называется «Твой YouTube-канал»? Просто человек, взрослый человек, современный. Вот я не знаю. Вот у вас есть в вашем окружении люди, которые бы так отреагировали на просьбу подписаться на YouTube-канал? Вот просто вот в вашем окружении... Ну, мальчик не нашелся поднять майку и сказать, вот, животик, подпишитесь здесь. Ну да. Ну, это просто уникально, понимаете? Потому что, ну, все-таки в России, даже в самых глухих медвежьих углах, люди пользуются интернетом. Они пользуются, они пользуются поисковиками, они там заходят в игры какие-то, играют, значит, почта у них есть, еще что-то, музыку слушают по интернету в самых глухих медвежьих углах. А во главе страны стоит вот это вот архаическое чудо в перьях, которое живет в каком-то то ли, то ли, я не знаю. Вот иногда у меня вопрос возникает, а из какого века он вылез? Из середины 20-го или, может, из 17-го? Ну, вот что-то вот такое. Я хочу сейчас попросить показать нам такого певца Шарлотта, который встретит Новый год в тюрьме. Это совершенно фантастический персонаж, он, значит, летом сжег свой паспорт, русский, и сказал, что хочет в Киев. А вот, так сказать, а после этого в ноябре приехал в Россию, но он подготовился, вот я, так сказать, когда сегодня увидел эту новость, Шарлотт, думаю, нафиг он нужен, кто это такой? А потом думаю, ну а что, это один из представителей русского народа, причем такой очень активный боевой пацан, у него там даже какой-то рейтинг есть. Вот, и раз уж он сжег паспорт, а после этого умудрился явиться, то есть насколько уж он дурак, ему там 25 лет, ну да ладно. И тут я увидел, так сказать, оказывается, что он подготовился к приезду в Россию. Он выступил за Палестину против Израиля, и поэтому я хочу вот сейчас, чтобы мы посмотрели два видео, где он сначала сжигает паспорт летом, а потом выступает за Палестину и думает, что в России его ждут с распростертыми объятиями. Посмотрим. Так вот, у него пейсы, и он в том ролике, где он наденет флаг Палестины и, так сказать, выступает за Палестину, он сначала пейсы отрезает, а потом такой несет. Ну, не будем. Окей, так сказать, в тюрьме как раз он, так сказать, отлично проведет время. Я только боюсь, что вы здесь в тюрьме, кабы он не хайпанул, не по-детски, вы понимаете? Ну, вряд ли. На самом деле, поскольку у человека мозгов нет, то я думаю, что, ну, в конце концов, да, ну, я не знаю, можно пожалеть, можно просто, можно просто предать забвению. Ну, трудно сказать, во что это выльется. Я думаю, что эта фигура настолько малозначительная, что не стоит тратить время. Да, действительно, красивая история получилась. Вот, дурачок, который решил, так сказать, таким образом, ну, видимо, он решил, что так можно, так можно обмануть. В этом смысле вспоминаются слова персонажа из «Место встречи изменить нельзя», обмануть решил, дурилка картонная. Вот, типичная дурилка картонная, которая решила обмануть репрессивную машину. Чуют они, чуют они чужих издалека. Так что не будет он своим, путинской России. То есть, ну, в тюрьме посидит. Скорее всего, судьба его, наверное, будет все-таки не очень. Я не думаю, что он будет хайповать после того, как выйдет из тюрьмы. Ну, вы понимаете, ему 25 лет. Он точно переживет Путина, он точно увидит какую-то Россию другую, а не после путинскую. После путинской России явно будет, так сказать, ну, как-то извиняться, отползать с Западом, так сказать, ну, дружить, не дружить, но хотя бы перестать вот эту вот конфронтацию нагнетать. Мне кажется, это очевидная вещь. И это будет один из электората. И с ним надо будет как-то работать. Вот той вот России будущего, уж не знаю, светлой, темной или серой. Ну да бог с ним. Насчет вы обмолвились, так сказать, бог накажет, не накажет. Я тогда, так сказать, покажу одного депутата турецкого, а я же в Турции, так сказать, нахожусь, и мы-то смотрим. Этот депутат вылез на трибуну и стал говорить, что Аллах накажет всех союзников Израиля. 22 минуты говорил, а потом его инфаркт хватил. А сегодня новость, что он умер в больнице, почему я, собственно, о нем и вспомнил. Давай сначала посмотрим. Там не важно, что по-турецки эмоция, эмоция. И, между прочим, журналист. Такой вот, так сказать, думает, что он будет в политике. Ну, кто ярче квахнет, тому и, как говорится, воздастся. Маргинальная у него партия, на самом деле. И о нем не надо, по нему не надо судить обо всей этой турецкой политике. Ну, кому ж объяснишь-то? Ну, да. Такие вот, такие маргиналы, они, в общем-то, видны. Они заметны. Там один, значит, один такой польский маргинал недавно прославился тем, что он, так сказать, с огнетушителем стал гоняться за, так сказать, символом еврейского праздника и потушил вот этот вот, ну, совершил такой вот антисемитский, антисемитская, так сказать, гадость в польском сейме. За что был тут же выведен, там против него, насколько я понимаю, прокуратура возбудила уголовное дело. И, скорее всего, там будет штраф. Ну, в любом случае. Ну, такие вот идиоты, они очень заметны. Такие, как Кива, например. Такие, как вот этот вот покойник турецкий депутат. Такие, как польский депутат, польского сейма. Но тут, вы понимаете, в чем принципиальная разница? Вот, Глеб Валентинович, вы сейчас привели этот пример, но в Польше, в польском сейме, такой идиот один. Один. В турецком парламенте, ну, я не знаю, скорее всего, тоже один или немного. А у нас таких 450. То есть здесь размер имеет значение. Понимаете? Идиоты, идиоты есть везде. И, скажем, странные люди есть и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Мы их по именам знаем. Но там все-таки основная масса других людей. А здесь у нас 450, все как один. Просто все, как вот солдаты Урфина Джулса. Они по-разному раскрашены, но они все на одно лицо. В этом принципиальная разница между Россией и теми странами, о которых мы говорим. Игорь Александрович, я только должен сказать, только не в защиту этих депутатов русских. Они карьеристы. Они типичные комсомольские работники. Они просто, ну, хотят власти и зарплаты. Ну, вы знаете, карьеризм это не самое плохое. На самом деле, в политике крайне редко бывает человек, который не думает о карьере. Понимаете? Если человеку, в принципе, все равно, значит, то есть можно быть в политике, скажем, но не идти в парламент, не влиять, ограничиться влиянием. И, ну, но такие люди не идут там в парламент, не идут в президенты, в премьеры. То есть человек, который именно в активной политике участвует, он всегда, ну, немножко карьерист. Но без этого невозможно. Иначе он реализуется в каких-то других сферах. Но весь вопрос заключается в том, какой ценой. И вот, ну, слушайте, вы сегодня поминали Бориса Немцова, но мы его все хорошо знали. Это был уникальный человек, с которым все дружили. Вот я плохо скажу с людьми, я мало кого могу назвать своим другом, но с Немцовым буквально с первых минут общения мы перешли на «ты», что бывает со мной крайне редко. И, так сказать, мы его все хорошо знали. Но Немцов же был политиком. Можно его тоже назвать было карьеристом, потому что иначе, ну, как иначе? Иначе бы он не стал, значит, губернатором Нижегородской области. Иначе бы он не стал депутатом Государственной Думы. Иначе бы он не стал вице-премьером. Иначе бы он не стал, когда уже не было никаких возможностей, он был депутатом Ярославского законодательного собрания. Пошел туда, потому что его не пускали никуда. Он пошел туда, потому что он хотел быть политиком. Он хотел, ну, если угодно, делать карьеру политика. И там, где это было можно. Но это же была другая история совершенно. То есть, какой ценой? Весь вопрос в том, какой ценой. И когда возникает выбор, либо ты выбираешь какие-то... Слушайте, ну, тот же самый Борис Немцов, он вполне мог стать... Действительно, он мог встроиться в этот... Он мог сесть на этот каток, который катился с начала 90-х лет, и мог встроиться. Но почему? Почему у него не было никаких шансов стать президентом? Ну, вы же прекрасно знаете тот поступок, который Немцов совершил, после чего Ельцин перестал его считать своим преемником. Вы прекрасно знаете этот поступок. Когда он собрал... Да-да, он выступил против войны в Чечне. И все равно, мне кажется, что Таня Валя и Березовский с Гусинским могли сделать его президентом, если бы хотели. Ну, слушайте, ну, не смешите. Значит, Глеб Валентинович, ну, вы говорите какие-то вещи, какие-то чудеса, рассказываете сказки. Это нехорошо по отношению к вашей же аудитории. Никаких шансов. Ну, слушайте, послушайте, Борис Березовский, Таня с Валей ни при каких обстоятельствах... Ну, это примерно то же самое, что Путин... Вы допускаете мысленный эксперимент с абсолютно ложными основаниями. Так нельзя делать. Потому что представить себе, что Березовский, Таня и Валя в качестве своего приемника Путина избрали бы человека, который бы ни при каких обстоятельствах не стал бы останавливать уголовные дела против них. Немцов не стал... Зачем им понадобился Путин? В чем разница между Путиным и Немцовым? Это то, что Путина они избрали, потому что они считали, что вот эта надежная серая мышь, надежный, так сказать, офицер КГБ, который будет верным, который их прикроет и с которым можно договориться, чтобы он прикрыл их. Что это будет... Немцов же не такой. Они же уже поняли к тому времени, кто такой Немцов. Потому что он принес Путину, Ельцину на стол вот эти два миллиона подписей против Чеченской войны, которые он... Он пошел против системы. И такого человека вы предполагаете, что могли бы Таня с Валей, Березовский... Ну надо еще к тому же тут добавить и Чубайса, который тоже был участником этого же процесса. Вот. То есть, ну представить себе, что они, так сказать, сделали бы ставку на неуправляемого Немцова, Немцов не был никогда марионеткой. И в нем заподозрить марионетку. Он был инородным телом. И поэтому гипотеза, что они могли его... Понимаете, есть закономерность. Этот каток, он уже катился с горки. И никакого шанса, так сказать... Немцов мог, но он тогда перестал бы быть Немцовым. Вот ведь какая история. Немцов мог встроиться, но он перестал бы быть Немцовым. Это был бы не Немцов, это был бы, там, я не знаю, Степашин, например. Или там, я не знаю, были же варианты. Был Степашин, был Примаков, был Лужков, но это не был Немцов. Немцов был чужой в этой системе. Абсолютно инородное тело. Абсолютно инородное. Внешне он отличался. Ну просто вот вы сейчас пока... Ну найдите такого, как Немцов сейчас во власти. Вот там... Ну просто возьмите совет безопасности и поставьте туда Немцова. Он просто там как какое-то экзотическое растение выделялся бы. Он внешне от них от всех отличается. Он говорит иначе. Он думает иначе. И он действовал иначе. Никто из них не пошел бы, не бросил бы на стол Путину вот эти вот 2 миллиона подписей против Чеченской войны. Ведь это было как раз то основание, на котором, собственно говоря, и разошлись демократы и либералы с Ельциным. Я, кажется, оговорился, сказав на стол Путина. На стол Ельцина, конечно. Это была как раз... Чеченская война. Это было то, что... То преступление Бориса Николаевича, которое развело его окончательно, окончательно развело его с демократами и либералами. И Немцов, конечно, был уже... Но он не был бы Немцовым, если бы он не сделал это. Вот в чем проблема. Спасибо, Игорь Александрович, за добрые слова о Немцове. Они сегодня особенно цены в день, когда Путин 4 часа вешал лапшу на уши русскому народу. Мы обязательно продолжим разговор про Немцова, память которого нужно постоянно о нем напоминать, постоянно его показывать. Он должен быть живой. Он должен быть среди нас. Игорь Яковенко